Матхай принял очень смиренное служение для Господа Чейтанья. Его служение заключалось в том, что он приходил к месту омовения, к хату, где омывались мужчины. И его служением было омовение 100 паломников, прежде чем они входили в Ганго. Он был очень известен, когда люди приходили, он говорит, что он был очень fallen, очень вреден, но я был блестен, но я был блестен в Горни Тай. ПОСМЕСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И для этого сервиса он получил более благословительность. Он наконец-то стал гуру! Инициативный гуру! В нашей Годио-Вайшнавской традиции. Но в первом сервисе он стал очень известен среди паломников, потому что, когда они приходили принимать омовение в Ганге, он очень смиренно подходил к ним за сложными ладонями и говорил, что я очень низкий и падший грешник. И я, тем не менее, получил милость в горне Тай. Я очень хочу очиститься, поэтому, пожалуйста, позвольте мне омыть ваши стопы. Он так настаивал, что все соглашались. И, в конце концов, он настолько возвысился благодаря этому служению, что он стал гуру по Годио-Вайшнавской традиции. Таким образом, мы стал гуру по Годио-Вайшнавской традиции. И гуру с бесконечным временем. Хрэй Кшна! Хрэй Кшна! Хрэй Кшна! Хрэй-Хрэй Рам! Хрэй Рам! Уммммммммммммм. Мы стали преданными, по большей части, услышав прекрасное киртон восхивание святых имен Господа, но демоны, которые видели Господа на весе им Хадео, вынуждены были принять его в верховное положение после того, как они увидели его. И чрезвычайное проявление силы, и им пришлось сказать, ну хорошо, все, сдаемся. Однажды Сыра Прабхупада, находясь в очень благожелательном настроении, обратился к своим ученикам и сказал, что «Всех вас послал мне мой Гуру Махарадж». И безусловно, все ученики почувствовали себя весьма опольщенными. Для них это было невероятно слышать, что их послал Бхатисиданта Сарасвати для того, чтобы помогать Шелико упаде в его миссии. И один ученик задал вопрос, он сказал, что «Вся моя жизнь была исполнена греха и глупости. Как я могу вообще быть посланником Бхатисиданта Сарасвати? Здесь какая-то ошибка». И он поднял руку и спросил Сыра Прабхупада, но я же был таким грешником. Он сказал, что не важно, чем ты занимался. Самое главное, что услышав воспевание Святого Имени, ты прибежал сюда. Преданный – это тот, кто вдохновляется, слушая воспевание Святого Имени, независимо от того, успешный это преданный или преданный. С проблемами, благодаря воспеванию Святого Имени, он приближается к лотосам с Анастапам Гуру и Кришну. И Прабхупада сказал, что в любом состоянии, в любом состоянии, никогда не прекращайте воспевание. Поэтому Сыра Прабхупада говорил, что в каком бы положении вы ни находились, никогда не прекращайте воспевание. И в этот момент Марисим Хадеб сел на трон Хирани Кашипу, который на самом деле не был даже его троном, потому что изначально он принадлежал Индре, а Хирани Кашипу его отнял. И Индре Симхадеб, чуть не волнуюсь, сел на трон, который, по идее, был оспирнен присутствием этого демона Хирани Кашипу. Это было место, в котором он терроризовал весь мир. Он принадлежал к своему демона Хирани Кашипу и демона. «Скрутить святые деревья! Убирать ковы! Убирать брахманы! Убирать святые деревья!» Это все происходит с трон Хирани Кашипу. Это очень скрытое и уничтоженное место. Ширани Адемати сел на трон Хирани. «Скрутить все святые реки!» «Поубивать все коровы брахманов!» Но, тем не менее, Нарисимхадеб ничуть не коллега сел на этот трон. Обычно мы, как предные, не приглашаем Господа сесть в то место, которое не очищено мантрой и водой. Если мы перименем в booth во внутрь, мы перимимим к tuo импульс Ursula Диан « Истон» и «Uнковighs»geben в воде. Но, главное, мы перимимим к过程 присутствует см联, намхать ум фильм о любви Обычно, если мы поклоняемся Божеству, мы приглашаем Господа только в то место, которое предварительно очищено водой и маслом, в искон, как правило, эвкалиптовым, и самое главное, очищено воспевание святых мантр, потому что мы не хотим, чтобы Господь боссизал в нечистом месте. Но Господь, Тресима Дева, не учит, не сомневаясь, сел на трон и положил себе на колени Хирани Хашипу, самолично его порвал. Почему? Потому что Хирани Хашипу был его преданным. Как просто, как он был, он был уничтожен. Он был Джай или Ви-Джай. Как вы помните, вы думаете, вы думаете, что в начале истории, Джай и Ви-Джай, для маленькой обеспеченности, мы должны уйти, чтобы я не могла прийти в мир. Мы знаем прекрасную историю, откуда пришел Хирани Хашипу, как упали свои пункты Джай и Ви-Джай, поскольку Хирани Хашипу изначально был преданным Господу, хотя он пал, деградировал, но, тем не менее, Господь все равно относился к нему с любовью. Объясняется, что Господь не забывает даже самый маленький услуг, и оказывает ему преданным. И Джай и Ви-Джай не были простыми преданными. Конечно, преданных простых вообще не бывает, но, тем не менее, есть определенная градация, точно так, как есть разные пробы золота. Как мы знаем? Потому что, когда Господь им сказал, что эта крыса должна принимать место, потому что они были крыса за четыре камара, Господь сказал, что можно взять семь родителей как демонов или три родителей как демонов. Как бы вы любите? И Джай и Ви-Джай не были обычными преданными, потому что, как мы знаем из истории, когда они были прокляты четырьмя кумарами, Господь предложил им выбрать, чтобы они захотели больше быть в материальном мире семь жизней как бедные или три жизни как демоны. И что они выбрали? Три жизни демонов. Никаких колебаний. Они сразу сказали, три демонические жизни можно начинать прямо сейчас. Так что альфа с порот funded научной, как Господь сказал, как Господь сказал, что он говорит, что это просто шел, что мы не очень хорошо доводим. Но! Но это показывает наше свежие в своем довольном службе. Они были в службе в Бракундах. И они думали, что если мы уже не так долго, это будет нескольких дневников. Так что, вместо 7 слов, как и дневники, давайте возьмем 3 слов демона, чтобы вернуться быстро, чтобы не нескольких дневников, это не дневник. Он не хочет нескольких дневников. Кого-то может шокировать такой подход, почему они решили стать демонами, но объясняется, что у них были свои причины. Они не хотели надолго оставлять свое служение на Бракунде, поэтому они решили принять 3 демонических рождения, чтобы быстрее вернуться к Господу, чем на протяжении 7 жизней быть разлученными. Так что гофи были готовы к Недавану, они были готовы к Недавану, если необходимо, чтобы дать воду на их ноги, чтобы уничтожить к Христиану голову. Потому что если вы дать воду на ноги, то они не хотели. Хорошо, давайте к Христиану голову к Недавану. Мы будем ротать в Недавану за время. Это не проблема. К Христиану первое. Это любовь. Точно так же гопи были готовы отправиться в ад для того, чтобы излечить Кришну от головной боли, когда Нарадаму не попросил у них пыль с их стоп для того, чтобы нанести на голову Господа. Гопи ни одной секунды не сомневались в том, что это надо сделать, несмотря на то, что было очевидно, что они могли очень сильно пострадать. Что это Вайшнаба или Вайшнаби. Мы положили интересы нашего святого Мастера, мы положили интересы Господа, предоставим нашим интересам. Таков Вайшнаб или Вайшнабия – это люди, которые интересы Господа или Духовного Учителя ставят намного выше собственного. Я не знаю ни одного, что Кришна, мой Бог. Хиладжи умеет так, даже если Он держит Вайшнаби, или сделает меня брокеннарден и не преследует для меня. Он всегда моя работа для Господа, безусловно. Это типо довольственного служения, который мы надеемся, и мы надеемся, что в этом жизни. Мы очень надеемся и молимся развить такой тип вредного служения, которое описано в молитве Господа Чайтания. Я не знаю никого, никакого другого Господина, кроме Кришны. Независимо от того, разобьет Он мое сердце, не показываясь передо мной, или же грубо обнимет меня, все равно Он останется моим Господом без всяких условий и жизнь за жизнь. Именно такая любовь и такое служение освобождает нас от повторяющихся рождений и смертей, и открывает нам доступ домой-назад к Богу. И несмотря на то, что Анджай и Виджай деградировали, они стали падшими личностями, но Кришна не забыл о них, даже несмотря на их положение. А сейчас в этом момент, на интернет, в том, что Кришна-кончности ч片, есть движение между моими Господширами и боссистенами, и всем остальным к членам, чтобы привыкать все возвращения, к членам Прабхи, и кинуть им вернуть вновь, это это круто движение, что шлемет перебывается на интернет. И сейчас по интернету проходит обсуждение, вайшнарское обсуждение между старшими предными, в особенности моими духовными братьями и сестрами, о том, что можно сделать, чтобы вернуть в строй старых предных, учеников Раупата, которые по той или иной причине отошли от движения. Потому что если Кришна не забывает своих предных, то это обозначает, что предные также не должны друг о друге забывать. Безусловно, что в силу тех или иных обстоятельств, возможно, в силу каких-то ошибок со стороны руководства движения, какие-то предные могут отходить. Но Господь не забывает своих предных, особенно Господь Чайтанья. Папа сказал о Господе Чайтанья и Морде Джананда, что они не отчетуют наши оффенции. Они просто не отчетуют их. Они даже не пытаются отчетить их. Они не пытаются отчетить их, или иметь кого-то отчетить их. Они отчетуют их к их оффенции. Они только отчетуют нашу службу. Это почему Господь Чайтанья является наиболее благосостоятельной Викторией. Есть утверждение, связанное с Господом Чайтанья и Господом Митинандой, что они не принимают никаких оскорблений. Именно поэтому мы поклоняемся Горний Тай, потому что они видят только хорошее и не принимают никаких оскорблений. Поэтому можно не беспокоиться о себе, даже если мы падаем на этом пути, самое главное продолжать наше служение, потому что в конечном итоге то, что Господь засчитывает, это именно то служение, которое мы совершили. Кунтая пати-джанахи наме бхахта-панасвати. Это еще один шлок, который просто ждет на лице вашего языка, чтобы прозвучить. Муслана Кунти, посвящаясь boldly, «Моя доводие не перешет». Есть еще одна шлока из Бхагавад-гиты, которая должна быть у вас постоянно готова для того, чтобы ее процитировать. Кому-то я против, я не верю на Моя бхахта-панасвати. Кришна говорит о Сыне Кунти, заявляя смело, что Мой преды никогда не погибнет. Это, конечно, не означает, что тело вредного или вредное становится бессмертным, физическое тело. Это обозначает, что наши заслуги перед Господом никогда не анонируются. Мы всегда имеем возможность продолжить с того момента, на котором остановить нас. Тем не менее, нам надо настроиться решительно, чтобы не падать. Однажды Бхагавад сказали, что много падает, но я не верю на Моя бхахта-панасвати. Сова Прабхапада говорил нам, чтобы мы медитировали с большой решимостью на свое предное служение. И думали, что многие попадали, но я не упаду. Это Дрит Хаврата. Если мы находимся на незрелом уровне, все мы падаем. Что означает «Имматюр»? «Имматюр» означает, что мы подходим к Богу за нескольким причином. Например, мы интересны, мы хотим wealth, мы в стрессе. Это означает «Имматюр». Незрелый уровень преданного служения – это когда мы служим Господу просто потому, что нам плохо, или мы хотим свое материальное положение улучшить. Реально мы должны сопоставить Господу с знанием. «Иммати даса» – я истинный солдат Кришна. Он – Мастер. И из тени или высокого вода я буду повышать в Кришную стуну, полностью реализовать это, и вернуть домой. Но зрелый уровень сознания Кришны — это когда мы служим Господу в полном знании и прекрасно понимаем, что это наша высшая обязанность, и мы непоколебимо продолжаем процесс, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и возвращаемся домой назад к Богу. Возможно, мы начинаем наш путь из любопытства, желая поправить наше материальное положение или же для того, чтобы избавиться от страданий, но необходимо развить знания, читая книги Шива про упаду и служить Господу, опираясь на позитивные мотивы. Проблема в том, что если мы приходим в поиск чего-то материального, мы получаем то, что ищем и уходим дальше. Если человек приходит на рынок, покупает то, что он хотел, ему больше там делать нечего, он уходит. Если человек приходит к учителю для того, чтобы изучить какую-то материальную тему, после изучения он уходит. Так же, как мужчина приходит к проститутке для того, чтобы удовлетворить свое желание и потом уходит от нее. Точно так же, люди, которые приходят к Богу для того, чтобы избавиться от проблем или получить что-то материальное, через какое-то время уходят. Но если мы приходим к Кришне для того, чтобы служить Ему без всяких материальных, ожидания, это обозначает, что мы никогда не оставим этот процесс, и мы будем полностью счастливы в нем и будем продолжать его. Один из знаменитых американских президентов сделал такое изречение, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, лучше спросите, что вы можете сделать для своей страны. И как трансцендентный поэт Вайшнав Руба Госвами объясняет, что чистое предное служение должно быть совершенно бескорыстным, лишенным желания освобождения или материальных приобретений. Иногда нам может показаться, что наша цель очень далека. Но если мы периодически слушаем своего духовного учителя, в нашем сознании происходят почти мистические изменения, и мы приближаемся к целью. Как моряки в море могут увидеть на горизонте землю, которая кажется очень маленькой точкой. И они думают, что для того, чтобы добраться до земли нам нужно очень много недель. И они чувствуют, что надежда уходит. Но если следует в наставать, что ли может ли, что-берескоп. Но если он смотрит наges… planets… Ах Aussев.. Райка… И гитough께 물�ocurрировать. Это — это не так designers так что-то чем-то. Ах хорошо заг Audience. datran Tree высk間сти… парень-��ijk disfr品. И Hughởре. Так And в плане есть, несколько довольных Child startedенאשс 니. onnenley Любоватка путешествовала… И начинает мы думаем flare-дальше. Ах и ми годи Endes taller. Иногда мы также можем думать, что наша цель в предном служении настолько далека, но точно так же, как моряки в море для того, чтобы вдохновиться, двигаться к земле, рассматривает ее в подзорную трубу, и таким образом кажется, что эта земля очень близкая. Если мы слушаем духовного учителя, он в своих объяснениях приближает для нас эту цель, точно так же, как она приближается в подзорную трубу, и поэтому очень важно периодически слушать то, что говорит духовный учител. И мы должны читать эти прошлые времена в Бхагатаме, все еще раз, как Павдал сказал, не мифология, как это было. Это не мифология, это настоящие прошлые времена, как мы привыкли, как мы привыкли, как мы привыкли, как мы привыкли, что мы привыкли, особенно в период Кали. И поэтому для нас очень важно слушать Игры Господа, потому что это не мифология, как говорит Браупад, это факт, фактически Игры, описание того, как Господь освобождает своих предных, и мы должны слушать их снова и снова, особенно Игры Господа Читания Махам Рабу. Для каждого века, для каждой эпохи существует свое воплощение, и для нашей эпохи воплощение является Беспочий Тайм. Браупада говорит, что если вам дали много наступлений, самым важным является последним. Игры Господа Читания Махам Рабу. И какое же наступление дает нам Господь Читания? Он цитирует бригада Рабиа Бруэма. Он объясняет с Ирхаринам, Ирхаринам, Ирхаринам и Кевелам. Единственный путь духовного развития в Ирхаринам – это воспевание святых именов. Игры Господа В поиски в отрезках и чужих именов. И для нашего века особенно для нас особенно важно воплощение Госбуда. Это чайтанье, потому что мы поклоняемся ему и служим ему, занимаясь проповедью и распространением сознания Кришны. Проповеди, естественным образом, мы часто сталкиваемся с опасностями, как внешними, так и внутренними. Поэтому для исконновских преданных очень радостно праздновать День явления Нарисимхадео, потому что Нарисимхадео является нашим самым главным защитником. Когда Папа впервые представил празднования на nossa outcomes с праздновать День являлся в среднем Плаете, Бандzione, cumplив с случаями Мантры. Мантрас был bleeding. чтобы защитить Гуру и Искон, чтобы эта миссия продолжается. И если они защитили, то мы абсолютно безопасны под шелфой Лораски. Мы поклоняемся Господу Нарисимхадеву также, чтобы Он избавил нас от всех ужасных материальных желаний в сердце, для того, чтобы мы могли в чистом сознании поклоняться Радхе и Кришне. Гантарасри Мадхагаватам хи Шиппалат Махараш хи Гавана Сингаде Гракхи Гор Применки Гор. И игры Кришны не отличны. Поэтому если вы помните форму, качество, имена или имена Кришны, Кришна присутствует в ваших мыслях. Поэтому Кришна говорит, всегда думай обо мне. Это то, что он говорит, Бхагавад-гити. Всегда думай обо мне, будь моим предным. Почему мы не следуем этому? Кто-нибудь есть здесь, кто всегда думает о Кришне? Только самые возвышенные предные думают о Кришне всегда. Очень продвинутые предные обозначают те, кто любят Кришну. Если вы любите кого-то, вы всегда будете думать об этой личности и не сможете забыть о ней. Поэтому если мы не можем помнить о Кришне всегда, это означает, что наша любовь к Нему еще не пробудилась. Поэтому нам нужна подготовка в этом процессе. Для того, чтобы избавиться от материальных блоков памяти или самскара. И заменить их духовной памятью, духовным памятением, памятованием самскарами. Церемония, которую мы сейчас начинаем, называется Панча-самскара. Пять основных впечатлений влияют на сознание души, которые помогают нам помнить Кришну. Это осуществляется духовным учителем, который является представителем Кришны. Ученик – это тот, кто проходит через процесс подготовки, а духовный учитель – это преподаватель. И для того, чтобы показать всем нам пример, даже у Кришны был духовный учитель. А духовного учителя Кришны зовут Сандипани Муни. Дипа обозначает свет. Сандипа обозначает свет, распространяющийся повсюду. Вуховный учитель распространяет свет знания и рассеивает тьму для своих учеников. Факел знания. Факел знания рассеивает тьму невежества. Я родился во тьме невежества. Но мой духовный учитель рассеял тьму факелом знания. И первое необходимое качество для того, чтобы получить это знание – это смирение. Если мы считаем себя очень мудрыми и знающими людьми, мы не сможем получить тот дар, который предлагает нам духовный учитель. Поэтому смирение является самым главным качеством для ученика. По-настоящему Кришна наставляет Джуну Бхагавадгити, когда Он предается Кришне. Арджуна обращается к Кришне со слезами на глазах. Арджуна обращается к Кришне со слезами на глазах. И он говорит Кришне, я являюсь твоим учеником. Я являюсь твоим учеником. Я являюсь твоим учеником. Это же самое, потому что они оба радио миксы. Попробуй, просто попробуй, потому что некоторые радио миксы имеют больше батареи, чем другие. Это то, что мы делаем здесь сегодня. Мы уничтожаем к spiritual master. Это тот процесс, которому мы посвящаем себя здесь, предаемся духовному учительу. Официально мы предаемся ему. Это то, что мы делаем в настроении Арджуны. Арджуна приводил столько много аргументов в споре с Кришной. Он не соглашался с Ним. Но в какой-то момент он говорит Кришне, хорошо, я не знаю, я совсем сбит с толку. Я предаюсь тебе. Пожалуйста, прими меня как ученика и дай мне наставление. Это то, что мы делаем здесь. Это очень вдохновляющий процесс. Мы можем даже гордиться, и это, в принципе, правильно, что в конечном итоге мы получаем инициацию. Это хорошо. Это хорошо. Но нашим умонастроением должно быть великое смирение. И, благодаря этому смирению, мы можем получать наставления и духовные знания. Даже Господь Чайтанья принял духовное посвящение. Его духовного учителя звали Ишварапури. Знание, которое дает Духовный Учитель, это знание об Ишваре, о Верховном Господе. Духовный Учитель раскрывает Кришну своим ученикам. Он дает нам два типа духовного понимания. Он объясняет нам то, что Кришна не является. Он объясняет нам, что такое Майя. И также Он объясняет, кто такое Кришна, это Духовная Личность Бога. У нас должно быть это понимание. Мы должны отличать сознание Кришны от Майи. Майя, по сути дела, это то, что заставляет нас забывать о Кришне. Поэтому Духовный Учитель руководит нами для того, чтобы мы избегали забвения Кришны. Он руководит нами, чтобы мы избегали мясоедения, азартных игр и незаконного секса. Чтобы мы избегали азартных игр или несвятого общения. По одной единственной причине. Потому что все это заставляет нас забывать о Кришне. Это именно то, в чем самая большая проблема. И Духовный Наставник руководит нами таким образом, чтобы мы помнили о Кришне. И Он занимает нас служением Божиством. Помогает нам помнить Кришну. Слушать Шриман Бхагаватам и Бхагаватгиту. И так Он может помочь нам помнить о Кришне. Воспевать Святое Имя на Джаба Мале каждый день. Это помогает нам, нашему помнить о Кришне постоянно. Общаться с Ваишнавами. По сути, все духовные наставления можно свести к двум. Один тип называется бидхи, другой — нишеда. Видхи — это то, что необходимо делать. Нишеда обозначает то, чего делать нельзя. Проанализировав все стихи, все наставления Вед, можно понять, что они разделяются на два типа. Один тип — это нишеда, то, чего необходимо избегать, а другой — это бидхи, рекомендации. Господь Читания говорит, Наганам, Наганам, Насан, Варим, Хабитам. Такие вещи, которые избегают. Наслаждение, следователи, противоположные сексы, праздники. Господь Читания объясняет, чего следует избегать — это наслаждение богатством, славой и противоположным полом последователями. Это нишеда. Это нишеды. А бидхи — это желание заниматься служением Тебя, о Господь, жизнь за жизнью. Поэтому два наставления являются сутью всех ведических наставлений, писаний — это всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Кришне. И сегодня ученики принимают обед. Обещаю каждый день повторять по 16 кругов Джабы для того, чтобы всегда помнить о Кришне. И каждый день внимательно избегать мясоедения, азартных игр, интоксикации и незаконного секса, потому что это то, что отвлекает меня от Кришны. С решимостью, следуя этим наставлениям и сосредоточенно делая это, следуя этим очень простым наставлениям, мы достигнем того, что этот процесс будет оказывать желанный эффект. Благодаря нему мы будем все больше и больше привязываться к Кришне. И все больше и больше развивать отречение от низких побуждений. Таково могущество этого процесса. Кто-то может подумать, слишком уж это просто звучит. Пытаемся достичь такой возвышенной цели, чем просто четыре принципа 16 кругов. Слушать Бхагаватам, общаться с предными. Слишком уж это просто. Да, этот процесс очень простой, но тем не менее он очень могущественный. Кришна присутствует в своем святом имени Бхагаватам в обществе предных. И чем больше мы привязываемся к Кришне, чем больше мы отрекаемся от материальной природы, тем больше мы погружаемся в духовную природу. Чувства отрываются от влияния материальной природы и погружаются в глубь. И эта глубокая внутренняя медитация называется Самадхи. Совершенный предный может видеть Кришну в своем сердце. И чем больше человек развивает духовное понимание, тем больше он способен осознавать Игорь Кришну в своем сердце. И чем больше человек достигает совершенства этой медитации, тем больше он развивает способность служить Кришне в своем сердце. И чем больше человек погружается в Игорь Кришне в своем сердце, тем меньше человек связан с материальным миром. В конечном итоге он теряет связь с материальным миром, погружается в Самадхи. Это обозначает, что он уже вошел в духовный мир. И в этот день, День Явления Нарисим Хадавы, вам всем очень повезло, вы получаете духовное посвящение. Вы приносите свои обеты, вы следуете принципам, которые помогают вам всегда помнить о Кришне, никогда не забывать Кришну. И Духовный Учитель также дает обещание. Следуйте этому очень простому процессу, и вы достигнете Кришну. Таково обещание Духовного Учителя. Вы даете Духовному Учителю обещание, он также дает вам обещание. Гурвастикам describes that the spiritual master is ati-valabha. В Гурвастике говорится, что Духовный Учитель это ati-valabha. The spiritual master is ati-valabha. What does this mean? Tadrati-dakshat ati-valabha. Что обозначает ati-valabha? Ati-valabha means most dear. Ati-valabha означает самый дорогой. Valabha means that like lover. Radha-valabha Krishna loves Radha. Valabha — это возлюбленный, как, например, рада-valabha Krishna и является возлюбленным Radha. So the spiritual master is described as valabha. Духовного Учителя описывают как valabha. Not just valabha, but ati-valabha. Most beloved. И не просто valabha, а ati-valabha — наиболее возлюбленный. Krishna is taking his devotee, the spiritual master, as most dear, as most beloved. Потому что Духовный Учитель — это самый возлюбленный, преданный Кришне среди всех остальных. Because the spiritual master is living in this world only for the benefit of others. Потому что Духовный Учитель живет в этом мире только лишь для блага окружающих. Just to remind others about Krishna. Для того, чтобы напоминать нам о Кришне. Hey, do you know? Krishna is your real friend. Знаешь ли ты о том, что Кришна является твоим настоящим другом? Hey, do you want to be happy? Хочешь ли ты быть счастливым? Only by loving Krishna again will you be able to find that happiness that you're looking for. Ты сможешь найти то счастье, которого ищешь, только снова развив любовь к Krishna. This virtual master neglects pursuit of a material position, possessions in society. Духовный учитель избегает усилий, направленных на достижение возвышенного положения в материальном обществе. Just goes here and there, reminding people, trying to remind people about Krishna. Он просто путешествует повсюду, пытаясь напоминать людям о Кришне. Поэтому его называют Ати-Валаба, самый дорогой. Поэтому, когда духовный учитель дает обещание ученику, в этом случае сам Кришна дает свое обещание такому ученику. Духовный учитель говорит, что я приведу тебя домой назад к Богу. По милости моего Гуру Махараджа и Парампара. И Кришна говорит, что если он берет на себя обязательство вернуть тебя домой назад к Богу, то я предпочитаю, что я вылечу тебя, и я вылечу тебя домой к Богу. В этом случае я также возьмусь за это дело, я верну тебя назад к себе. Одно из имен Кришны — это Мукунда. Это означает, что Кришна освобождает нас. Кроме Кришны никто нас не в состоянии освободить. Господь Шива в своей роли полубога не способен привести нас к Кришне. Рама, Индра, Баю, Сурья — все они являются очень могущественными личностями. Но в своей роли полубогов они не могут привести нас домой и назад к Богу, они не могут дать нам это высшее сокровище. Только Кришна является Мукундой. Очень трудно получить благорасположение Кришны. Но когда Кришна говорит, я тебя тоже освобожу. Это то, что я обещаю. И кто-то может сказать, ну на Кришну разве можно надеяться? Он постоянно свои слова нарушает. Кришна сказал Гопе, что я вернусь во Вриндаву. И он не вернулся. И не вернулся. Кришна иногда ворует. Разве слово вора можно доверять? Правда ведь? Правда ведь? А еще Кришна с чужими женами куда-то уходит. А еще Он обещал, что на Курукшетре сражаться не будет. И сражался. Когда битва была в самом разгаре, Он не мог себя проконтролировать. Он увидел, что дедушка Пишма поливает Арджуну стрелами со всех сторон. Своего внучка. И он увидел, что этот его внук Арджуна не способен противостоять нападению Бишмы. И Кришна выпрыгнул из колесницы. Схватил какое-то колесо, колесница, которая там валялась на поле битвы. Валялась на земле, на полу на земле. Схватил это колесо, занес над головой. Было похоже на сударшану чакру. И кинулся на Бишму. И он был просто в ярости, в таком сильном гневе. Поэтому Кришна не всегда можно доверять. По крайней мере, так может показаться. Но когда обещание дает преданный Кришне, Кришна очень решительно настраивается на то, что если это пообещал преданный, это должно быть исполнено. Если я сказал, это может произойти, может не произойти, гарантия не дает. Но если это пообещал мой преданный, мой преданный для меня дороже, чем кто бы то ни был и что бы то ни было. А мой преданный находится в моем сердце. Как сегодня утром Грудаф цитировал этот стих. Если мой преданный пообещал, что Хираника Шипу не помрет ни днем, ни ночью. Если мой преданный пообещал, что Хираника Шипу не убьет ни человек, ни змею. Если мой преданный пообещал, что Хираника Шипу никто не убьет ни внутри, ни снаружи. Я должен выполнить обещание Моего. Я проявлю такую инкарнацию, которая будет ни человеком, ни зверем. То есть полу-человек, полу-зверь. И убью я этого демона ни днем, ни ночью, в суммах. И убью я этого демона ни в небе, ни на земле. На веранде. Ни внутри, ни снаружи. В проёле дверном. Никаким оружием. Никаким оружием. Просто когтями бороли. Видишь, как Кришна так старается. Мы можем понять, что Он это делал для того, чтобы выполнить обещание Брахма. И Духовный Учитель обещает вам сегодня. Поэтому мы можем быть уверены. До тех пор, пока мы будем хранить верность Духовному Учителю. До тех пор, пока мы будем посвящать себя Духовному Учителю. А стараться, насколько мы можем, со всей искренностью, мы будем стараться следовать этим простым наставлениям. И следовать этому очень простому процессу. Вы будете освобождены. Кришна сам Вас освободит. Поэтому сегодня для Вас очень особый день. Для всех нас, кто смотрит, мы очень рады, для того, чтобы видеть, что Вы сделаете этот прекрасный обещание. И также все остальные, наблюдающие эту процедуру, очень счастливы тому, что Вы даете свои обещания. Мы счастливы вдохновить Вас. Порадоваться Вашим успехом. Помолиться за Вас. Протянуть Вам руку помощи в трудные моменты. Это самый важный день в истории Вашего путешествия через материальное существование. И это было долгое путешествие. Потому что Вы были везде. Начиная с Брахмаготки. До Паталалуки. Включительно. Наверное, уже несколько кругов сделали. И даже уже не только эту Вселенную облазили, еще и другие успели. И теперь вот в этот момент. Вы официально получаете гарантию того, что все это поменяется. Насколько же это особый день для всех Вас. Вы даете обещание, которое все поменяет в Вашей жизни. С этого дня Ваше путешествие будет только наверх. Татвишну парамам парагам сада пасянти сурея дивива чакшура татам татвипрасо випанья бога рвагам сасаминдате вишнуят парамам парам. Это стих из Веды. В котором говорится, что суры или преданные смотрят только вверх. Сосредоточившись на парам парам на высшем предназначении. Выше всех материальных Вселенных находится парам падам. Парамам парам – это Галока Вриндавана. Это Галока Вриндавана. Поэтому с этого дня Ваше путешествие будет только вверх в этом направлении. Вы можете, конечно, сталкиваться с трудностями по пути. Но самое главное, чтобы Ваше сознание было сосредоточено на цели. Крепко держитесь за лотосные стопы своего духовного учителя. Не отпускайте их. Продолжайте движение вперед. Итак, эта церемония посвящения дикши официально начинает этот процесс. В наших умах может быть множество материальных впечатлений. Мы с незапамятных времен собрали все эти впечатления в материальном мире. И пять особых впечатлений Панча Самскара помогут нам все изменить. Первое называется Даса Нама. Даса – это имя, которое получаем все мы. Духовное имя обязательно заканчивается на Даса или Даси. Это наша фамилия. Это утверждает нас в нашей личности. Ваша вечная природа – это служение Кришне. Поэтому все получающие первую инициацию получают также семейное имя Даса или Даси. Также все вы носите вайшнавскую тилаку. Это еще одна самскара. Раньше тилаку разрушали ставить только после инициации. Но Брабхупад очень милостивен. Есть одна история из биографии Бхагаваттагура. Он давал лекции в Джаганатапуре по Бхагаватам каждый день. Некоторые предные посещали их, и один предный не носил тилаку. Бхагаваттагур сидел, давал лекцию, но у него не было тилаки. И одна группа предных начала спрашивать у него, почему он не носит тилаку. И она сказала, что потому что я еще не получил инициацию. Тилаку называют уртвапундра. Уртвапундра establishes our goal. Уртвапундра — это указатель, который показывает вверх. Лотосная стопа Кришны. Лотосная стопа Кришны на нашем лбу указывает на цель. Также преданные меняют свои кантималы. Кантималы из Туласи указывают на еще одну самскару, которая обозначает тапа. И она представляет собой обеты избегать того, что заставляет нас забывать о Кришне. Кантималы обозначает, что мы серьезно посвятили себя аскезам, избегаем незаконного секса, интоксикации, азартных игр и мясоедини. Это то, чем никто не занимается в настоящем Вриндаване. И мы хотим пойти во Вриндаване, в дом Кришны. Нам необходимо следовать этой аскезии. Это то, что представляет из себя Кантималы из Туласи. В других сампрадаях у них другие тапа. На плечах они выжигают раскаленным железом чакру и раковину. Кантималы из Туласи указывают раскаленным медным железом. Субтитры создавал DimaTorzok